Около 150 объектов, больше 221 миллиона рублей. Это о фонде КАП вложений 2019. Как и в прошлом году, в этом программа затронет все города и районы республики. Что планируют реанимировать в Рыбнице, сейчас расскажем. Рыбницкая школа-интернат. Зданию вот уже почти полвека. А вот капитального ремонта не было ни разу. Здесь учатся дети из неблагополучных семей. Есть и несколько классов для детей с особенностями здоровья. Вот только условия для занятий не самые лучшие. Очень дует, холодно. То, что батарея греет, это нас как бы не спасает. Мы иногда сидим даже в куртках на уроках, но хотелось бы, чтобы нам поменяли бы окна наши. Многие здесь не только учатся, но и живут. В интернате есть спальный корпус. Для Татьяны Михайловской это второй дом. Правда, не всегда уютный. Плесень на стенах, ржавая сантехника. А в классах и группах темно. Работают только несколько ламп. Хочется, чтобы было лучше, чтобы свет был. Хочется, чтобы в группах прохладно. Хочется, чтобы были новые окна. Чтобы были лучшие условия. Чтобы можно было вечером почитать. В этом году интернат, а вместе с ним третья и восьмая школа вошли в программу капвложений. В учреждениях заменят окна и двери. Перекроют протекающие крыши. Появится новое оборудование для столовой и школьных мастерских. А еще поменяют покрытие беговых дорожек на стадионах. Все работы несут беспрецедентный характер. Почему? Потому что на протяжении 25 лет капремонта не видели эти образовательные учреждения. Я уже не говорю о приобретении оборудования и мебели для пищеблоков и для столовых. Суммы несопоставимы. Потому что если общая программа у нас на все образовательные учреждения по остаточному принципу финансируется, это будет в сумме пусть 5,5 миллионов. А здесь у нас 7 миллионов предусмотрено на 3 образовательных учреждения. В этом году в районе появятся и 4 детские спортивные площадки. Одна в городе и три в селах. Все это тоже из средств фонда капвложений. Всего в республике только в 2019 установят 174 такие площадки. Ну а строительные работы в школе-интернат начнутся ближе к весне.